Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Сегодня мы с вами рассмотрим одну из самых известных партий выдающегося русского шахматиста Михаила Ивановича Чегорина. Этот поединок был сыгран в рамках знаменитого турнира, проходившего в Гастингсе в 1895 году. Соперником Чегорина, который эту партию играл черными, был сам чемпион мира Эммануил Ласкер. Эта партия получилась очень боевой, драматичной и интересной, прежде всего с творческой точки зрения, так как в этом поединке сошлись совершенно различные воззрения на шахматную игру. Несколько догматичная игра Ласкера, которая базировалась прежде всего на господствовавшей тогда позиционной теории Стейница, и оригинальные творческие замыслы Михаила Чегорина, во многом предвосхитившие эпоху бурного развития шахматной мысли, в 20-м столетии. Итак, Эммануил Ласкер начал партию ходом d4, в ответ последовало d5. И в этой позиции белые играют конь f3, а Чегорин ставит слона на поле g4. Белые играют c4, и здесь Чегорин разменивается на поле f3. Белые забирают пешкой g, открывая вертикаль для своей ладьи. Черные же играют конь c6. В итоге получился один из вариантов знаменитой защиты Чегорина, верного оружия русского мастера, в ответ на закрытые дебюты. В наше время эта защита используется достаточно редко, ввиду ее не очень надежной позиционной основы. Но оригинальные идеи, заложенные Чегориным, встречаются достаточно часто в других вариантах, которые сейчас очень популярны. Конь c3 сыграли белые, усиливая нажим на пешку d5, и в этой позиции черные защищаются ходом e6. Белые укрепляют свою центральную пешку ходом e3, и следует слон b4. Чегорин связывает коня Эммануила Ласкера, и готов отдать второго своего слона за коня соперника, предоставив Ласкеру преимущество двух слонов. Следует отметить, что ход слон b4 в дальнейшем нашел свое развитие в таких знаменитых ныне дебютных системах, как защита Немцовича и защита Рогозина. cd сыграли здесь белые, и далее ферзь бьет d5. Именно ферзем, а не пешкой, так как в фигурном давлении на пешечный центр соперника и состоит главная идея защиты Чегорина. Слон d2, сейчас ферзь под ударом, и Чегорин смело разменивается на c3. После взятия слон bc3, следует bc. Посмотрите, у белых образовалась пара мощных слонов, крепкий пешечный центр, в случае движения его вперед, он сметет все на своем пути. Но черные, как ни в чем не бывало, продолжают развитие. Конь ge7. Известно, что Михаил Иванович очень любил и умел играть конями, и вот эта его черта в итоге стала собирательной для всех представителей русской шахматной школы. Ладья g1, пошел ласкер, и в этой позиции следует ход ферзь h5. Пешка на g7 совершенно не требует защиты, потому что на ее взятие последует изоляция ладьи, конь g6, и белые теряют качество. Поэтому здесь ласкер ходит ферзь b3, контратакуя пешку b7. Черные же играют конь d8. Очень вызывающая игра со стороны Михаила Чегорина. В этой позиции мануил ласкер мог сыграть ладья g3, и потеря пешки для белых не опасна. После взятия на h2 следует e4, и белые сохраняют все преимущества своей позиции. Но стоит отметить, что эта партия была первой встречей за доской двух великих шахматистов прошлого, и ласкер не хотел рисковать. Он пошел в ферзь b5, разменивая сильнейшие фигуры. После взятия следует слон b5 шах, и после c6 слон d3. Партия вступает в новую фазу, белые получили явно лучшее окончание. По нынешним меркам это почти выигранная позиция, потому что мощные пешки в центре, все те же два слона, обеспечивают белым явно лучшие шансы. Но посмотрите, что делает Чегорин. Он ставит коня на поле g6, и далее на ход f4 делает рокировку. Сейчас белые могли сыграть f5 сразу, но в этой позиции данный ход является поспешностью. После f5 следует коня g4 с угрозой вилки и взятия на f5. Поэтому ласкер готовит это продвижение ходом король e2. В этой позиции Чегорину следовало сразу пойти f5, тормозя продвижение белой пешки. Но он пошел ладья c8, имея ввиду продвижение своей пешки до поля c4. И здесь ласкеру следовало вскрывать игру. Он все-таки обладает двумя слонами. Нужно было сыграть f5. После взятия слон бьет f5, ладья c7, f3. И здесь у белых очень хорошая игра. Но все-таки чемпион мира играет иначе. Он ставит ладью на g3. Его идея состоит в том, чтобы сдвоиться по вертикали g, двинуть вперед крайнюю пешку и добраться до пешки g7. Черный же играет c5. Ладья а g1, ласкер последователен. Черный же играет c4. И слон отходит на c2. И здесь Чегорин играет f5. Очень важный ход в стратегической линии игры черных. Оказывается, таким образом черные ограничили полностью слона d2. Он является плохим. И обеспечили поле d5 для одного из своих коней. Понимая, что в такой структуре слону на d2 не место, ласкер играет слон c1. С целью поставить его на a3 и напасть на черную ладью. Черный же играет ладья f7. Не только уводя ладью из-под удара слона заранее, но и защищая пешку на g7, освобождают своего коня g6. Слон a3. Далее ладья c6. С угрозой ладья a6. Поэтому следует слон c5. И ладья a6 в этой позиции белым нужно думать, как защищать пешку. Если пойти a3, защищая пешку чернопольным слоном, то черные сразу набрасываются на этого слона b6, слон b4, конь c6. И позиция белых на ферзьевом фланге достаточно ненадежна. В случае взятия на b4, ладья врывается на a2. Поэтому чемпион мира играет a4, защищая пешку белопольным слоном. Черные все равно играют конь c6, ладья b1. Понимая, что по линии g ничего существенно добиться не удалось, ласкер обращает внимание на другую полуоткрытую вертикально в ферзьевом фланге. Сейчас в случае отхода коня с поля c6, можно будет полакомиться пешкой c4, поставив ладью на b4. Черные же играют ладья d7. Стороны маневрируют. Ладья gg1, конь ge7. Сейчас черный конь хочет встать на d5, нападая на белую пешку c3. И здесь ласкеру пора было бы уже понять, что один из его слонов, конкретно слон c5, ничем не лучше одного из черных коней. Поэтому вполне возможно было разменяться. И после хода король d2, конь d5, пойти ладья b5. В этой позиции белые остались с хорошим слоном и неплохими шансами на получение большого перевеса. Но чемпион мира играет иначе. Он ставит ладью на b2, имея ввиду сдвоится по линии b и заставит черных пойти b6, изолировав свою ладью на a6. Черный играет конь d5, нападая на пешку, король d2 и в этой позиции ладья a5. У черных свои угрозы. Они хотят забрать на f4 и дальше на c5, используя противостояние черной ладьи и белого короля. Но ладья gb1, нападая на пешку, b6 и слон отходит на a3. Черные пока играют g6, укрепляя пешку на f5. Белые же играют ладья b5. Конечно, в этой позиции совершенно незачем брать на этом поле, потому что после ab открывается линия a для белой ладьи, пешка на a7 становится слабой, поэтому черные просто отходят на a6. Конечно, положение черной ладьи на a6 хорошим не назовешь, но все-таки она давит на пешку a4, ограничивая слона c2. В этой позиции белым неплохо было бы сыграть h4 и приключиться снова на королевский фланг, далее пойти ладья g1, h5 и попытаться образовать в лагере черных слабость на поле g6. Но здесь ласкер делает ход слон c1. Не очень эстетичное передвижение слона, потому что таким образом он перекрывает первую горизонталь и делает невозможной моментальную переброску ладей по первой линии. Черные же играют конь d8. Их идея довольно понятна, поставить коня на поле e4, попутно нападая на ладью b5. Ладья a1, играют здесь белые, конь f7 и ладья bb1, заранее уходя от удара черного коня. В этой позиции Чегорин слишком увлекся переводом коня на поле e4, иначе он непременно заметил бы возможность g5. Таким образом, атакуя пешку на f4, конь также стремится на поле e4. В случае размена угрожает конь e4, и белые играют слона 3. Дальше на конь e4 взяли-взяли, и, конечно, в этой позиции конь черных явно лучше плохого слона белых. К тому же, возможность атаки слабости на f2 также делает шансы черных лучше. Но черные здесь играли более прямолинейно. Конь d6, пошел Чегорин, белые играют f3. Этот ход нужно было делать, иначе вторжение на e4 приведет к необходимости размена и образованию плохого слона против коня d5. Черные отходят на f7, и здесь следует ход ладья a3. Таким образом, король белых освобождается от обязанности защищать пешку c3, и вот в этой позиции Чегорину следовало вернуть коня на поле d6, уже переходя к защите, потому что в распоряжении белых появляется опасный план, связанный с продвижением пешки на поле e4. Его реализовать можно было следующим образом. Пойти король e2, дальше на ладья f7, слон d2, и на ладья a5, король f2. Дальше одна из ладей становится на поле f1, король отходит на g3, вторая становится на поле e1, и вперед двигается пешка e. После вскрытия позиции, белые, конечно, благодаря двум слонам получают лучшие шансы. Но здесь Чегорин сыграл иначе. Он пошел g5, и белые получили даже еще более благоприятную для себя позицию. Белые играют король e2, открывая своего чернопольного слона, идея ласкера побить на g5 и сыграть e4. Поэтому черные сами забирают на f4, но белые, конечно, продвигают пешку на e4. Взятие на e4 со стороны черных совершенно не обязательно, поэтому черные отходят конем на f6. Чегорин пытается как можно дольше блокировать позицию, а ласкер ее вскрыть. В этом положении взятие на f5 ничего хорошего белым не давало. После взятия слон бьет f5, белые пешку выигрывали, но правда на ладья e7, король f2, конь d6, в распоряжении черных появлялось снова то же поле на d5, конь в дальнейшем шел на e3, и позиция черных здесь довольно благоприятна. Но белые побили на f4, вместо взятия на f5, и в этой позиции следует ход конь h5. Здесь ласкеру следовало сыграть ладья g1, дав шаг, а потом после отхода короля поставить слона на c1. После ладья a5, ладья a1, и у черных явно худшее положение. Конь на краю доски никак не красит их позицию, у белых мощный пешечный центр, ну и при вскрытии игры два слона могут заработать в полную силу. Но ласкер сыграл иначе. Он поставил слона на поле e3, и Чегорин ходом f4 зажал позицию на королевском фланге. После слона f2 получилась очень интересная ситуация. Черные пешки c4, f4 симметрично ограничивают белых слонов. Ладья a5, попытка перебросить ладью на королевский фланг, но белые, конечно, дают шаг. Черные отходят к королю f8. В этой позиции в распоряжении белых был ход e5. После b5 можно, конечно, пойти слон h7, но появляется ресурс конь e5. Поэтому, видимо, лучше просто отойти ладью на поле a1. На взятие сыграть ладья a b1, и уже в серьезной опасности находится черный король. Посмотрите, шаг на b8 очень опасен. Также слон h4, если король будет находиться на e7. Поэтому белым следовало сыграть e5, но ласкер играет ладья a1. И черные сами играют e5, блокируя позицию в центре. Что же делать дальше? Ладья a b1 играет чемпион мира, конь g7, и следует ладья b4. Все-таки ласкер добирается до пешки c4, но Чигурин ее защищает. В этой позиции белые могли сыграть d5, не допуская появления черного коня на e6. Но тогда, видимо, Чигурин сыграл b8. Правда, после слон h4 положение белых все равно лучше. Чемпион мира же сыграл иначе. Он пошел слон b1, видимо, намереваясь поставить его на a2 и снова напасть на пешку c4. Но следует ход конь e6. Ладья d1, конь e d8. Идея поставить коня на поле c6. И вот в этой позиции Эммануилу Ласкеру следовало пойти слон c2, защитить пешку на a4, после конь c6 просто отойти ладьей, и у белых по-прежнему лучшие шансы. Но чемпион мира допускает серьезную ошибку. Он играет ладья d2. Полагал Ласкер, что пешку на c4 черные вынуждены держать под защитой своей ладьи, и ход конь c6 невозможен. Но нет, Чегорин все-таки наносит этот удар. И здесь оказывается, что взятие на c4 приводит к потере качества. Нужно отдавать, ну и дальше после взятия ладья бьет e5. У черных явный перевес. Довольно интересен остроумный ход слон c2. Идея в том, чтобы после взятия на b4 поймать ладью черных после cb. Но черные сначала размениваются на d4, потом забирают на b4, и выпрыгивают ладьей на h5, получая выигранную позицию. Поэтому Ласкеру пришлось отводить ладью с поля b4. Таким образом Чегорин выигрывает пешку. Он бьет на a4, создавая проходную. После взятия на e5, конь f бьет e5. Сейчас преимущество пришло к Чегорину, но борьба еще не закончена. Белые пытаются оживить своих слонов, и Ласкер играет слон h4. Ладья g7, попытка дать шаг белому королю, поэтому король f2, ладья g6. Сейчас угрожает ладья a6. Ладья dd5, нападая на коня, и ладья a1, контратака слона. Слон d8, играют здесь белые, и конь d3 шаг. Видимо Ласкер недооценил этого хода. Дело в том, что просто отойти королем не получится. Последовало бы конь cb4, атакуя слона на b1. В случае взятия, продолжая защищать слона, следует, конечно, взятие на b4, и после взятия здесь потеря слона, король f2, ладья bg1, и черной прямой атакой на короля выигрывают эту партию. Поэтому здесь Ласкеру пришлось бить коня, и после cd в распоряжении черных появляется довольно интересная проходная пешка, которая решает исход партии вот в таком пикантном варианте. В случае слон g5, перекрывая линию g, следует жертва качества, отвлекаем ладью с линии d и d2. В итоге черные остаются с лишним материалом, поэтому пришлось пешку на d3 забирать. Но следует ладья a g1. Угрожает мат, поэтому белый играет ладья f5, король e8, и вот в этой позиции Ласкер с ужасом обнаружил, что взятие пешки на f4 приводит к другой очень красивой матовой картине. Ладья 6 g2, король e3 и ладья e1. Поэтому в отчаянии чемпион мира сыграл слон g5, и после взятия слона немедленно сдался. Вот такая эпичная битва двух великих шахматистов прошлого. Как мы видим, Михаил Чегорин полностью торжествовал в этой партии. Его творческие воззрения, связанные с борьбой коней против слонов, блокаде пешечного центра, которую мы впоследствии увидим в партиях гипермодернистов, все это было для того времени в новинку. Ну и конечно такая игра Михаила Чегорина не могла ставить равнодушными истинных любителей шахмат, коих среди моих подписчиков большинство. Я надеюсь на ваши лайки, подписку на канал, если вы еще этого не сделали, ну а также на комментарии под видео. Спасибо большое за ваше внимание. До свидания.